Новости Вы видели неоднократно, по телевидению показывают, как себя ведут эти так называемые пьяные преступники в медицинских учреждениях. Что страдают и медсестры, и врачи, и ведут себя разнузданно, потерявшие они человеческий облик. Единогласно решено создать аналог советских вытрезвителей просто необходимо. И сделать это возможно на базе некоммерческих организаций. Такой опыт уже имеется в ряде регионов, в числе которых Татарстан, Башкирия, Нижегородская и Челябинская области. К слову, в последней помощь осуществляется на безвозмездной основе. После официального согласия человека в состоянии опьянения. По мнению депутатов, Ставрополье должно пойти другим путем. Правильно, тут и Александр Михайлович, и другие депутаты сказали, он в пьяном состоянии, какое у него согласие брать. Как с ним можно вообще развивать? Он бывает и не соображает, о чем он говорит, а мы должны у него согласие взять. Как подчеркнули на заседании, своими силами край с задачей возвращения вытрезвителей вряд ли справится. Некоммерческие организации, в свою очередь, готовы к работе. Единственная проблема – финансовая поддержка. Николай Новопашин провел аналогию с реабилитацией наркозависимых. На эту проблему край выделяет 2 миллиона рублей. По факту этих денег хватает на реабилитацию всего 14 человек, а всего на Ставрополье 7 тысяч наркоманов. Но благодаря тем маленьким деньгам, которые есть, все-таки удалось хоть какие-то элементарные создать техусловия, да, это и пожарные, и СанПИН, и привлечь специалистов. С зарплатой сегодня 7 с половиной тысяч рублей невозможно, невозможно привлечь достойных специалистов. Это второй вопрос. Но все-таки за деятельность сегодня НКО готовы взять на сегодня эту проблему. По словам народного избранника, для решения проблемы необходимо направить ходатайство от правительства, общественной палаты и министерств. Тогда НКО смогут стать достойной заменой медвотрезвителям. Пожалуйста, для федерации выделить в поддержку в 10-15 миллионов – это не проблема. Но нам нужна поддержка правительства, Минздрава, великолепное взаимодействие у нас с наркологией сегодня есть. Тамара Годомская, Александр Погожев и Александр Лукьяшко, АТВ Ставрополь.